Здравствуйте зрители канала УТатьяны. Сегодня мы вместе с вами поговорим, не только поговорим, а посадим такое красивое растение декоративное, которое называется яснотка. У меня в данном случае яснотка пурпурная. Что такое яснотка? Яснотка это многолетнее травянистое растение, которое относится к семейств губоцветы. Чем оно интересно? Затем, что оно неприхотливо, растет в любых местах, но предпочитает расти, конечно же, в тени, в полутени и где есть влага. И любит водопроницаемые грунты. Что такое яснотка? Яснотка это растение, которое имеет четырехгранный стебель. Листья находятся супротивно друг против друга и такие красивые имеют цветочки. Оно еще у меня не зацвело. Белые, розовые, фиолетовые. Она не только декоративна, но еще очень полезна. Ее применяют в народной медицине. Для чего? В народе яснотку называют еще как лекарство от женских недугов. Это как кровоостанавливающее средство. Она хорошо чистит кровь. При таких заболеваниях, как фурункулез, кожных заболеваниях, нервных тоже помогает. И пьют из нее чай. Передоза не бывает. Можно столько всыпать или ставить листочков, что никогда человек не отравится и не заболеет. Чем еще интересно это растение? Что оно, если вы у себя посадите его дома, оно всегда будет украшать ваши сады или, конечно же, цветники. Оно как ковер, заполняет все пустоты, все пространства и никогда не будет у вас сорняков. Любит, конечно же, влагу. Имеет такое корневище, хорошо выраженное, с меленькими дополнительными корнями, ссасывающими. Садить его нужно неглубоко и, конечно, упитательную такую хорошую смесь, которая состоит из перегноя, торфа, хорошей земли. У меня вот здесь, среди яснотки, есть еще эшольция попалась. Эшольция индийская. Это такое растение, которое в народе его называют лжеягодой или лжеземляникой. Цветет вот такими желтыми цветочками, уже начинает цвести, и дает лжеягоду, как клубничку. Но ее кушать нельзя, оно размножается усами и само заполняет все территории. Я его вырывать не буду, пускай растет вместе с ясноткой. Ну что ж, начнем посадку нашего растения. Хорошо польем ямку. Заполним ее питательной смесью. Помните, заглублять растение нельзя. Высаживаем и опять поливаем. Может расти это растение на одном месте очень долго. Разножается делением куста. Семенами, самосевом очень хорошо размножается. Насчитывает яснотка около 40 видов. Бывают разных цветов. В народе еще ее называют медуницей или мертвой крапивой. Потому что листья у нее похожи с крапивой. Но и опушенные они, только они не жалят. Вот я беру руками. Они мягенькие такие, приятные. Куст высотой от 30 до 60 где-то сантиметров. Больше не растет. Как собирать и когда собирать листочки. Вот целые побеги. Потому что они лекарственные растения. Где-то в период цветения вы срезаете побеги вместе с цветочками. И при температуре 35 градусов сушите их. А потом зимой или когда нужно, используйте ее, нашу медуницу, в еду. То есть как питье. Так как она является лечебной. Все, мои дорогие, мы посадили. Теперь еще польем сверху кустик наш. Засыпем смесью земляной. Не забываем поливать. Все, мои дорогие, мы посадили наше растение. Если вам понравилось видео, ставьте лайки на мой канал. Подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.